В целом я игрой доволен, как своей командой, так и вообще игра. Я думаю, что она зрителей держала в таком напряжении. Доволен всем, наверное, кроме результата. К ребятам больших претензий нет. И сказалось, я думаю, что мастерство БТ свои моменты реализовала, а у нас не получилось. Но игра такая была с переменным успехом. Где-то мы владели инициативой, потом БТ перехватывал, потом снова мы. Такие вот были качели. Я думаю, игра интересная была. Спасибо. Уже, пожалуйста, представляйте. Дмитрий Семякс, спортивный по Панораму. Спасибо. С днём рождения вас. Спасибо. И такой вопрос. Вы в конце выпустили на поле каплетка. Хотя в запасе у вас были более атакующие футболисты прокомментируете. Более атакующие кто? Артелевский, Треботич, Артём Гугурин. Мне надо было поднять Уроша вверх. Поэтому я выпустил, убрал Шеву. То есть мы как бы перешли на игру в четыре защитника. Так вот, по большому счёту. Вот. И надо было больше... Я рассчитан на доставку, у меня часть флангов, чтобы... Вот. Поэтому я выпустил Копленко. Плюс, можно было выпустить Треботича, но он иностранец. Это был бы шестой. Надо было менять Фатайя. Но Фатайя такой игрок, который может и подыграть, и сам может решить. То есть в такой игре менять Фатайя. А Антелевский, он был бы, мне кажется, бесполезен, потому что Батэ оборонялся очень низко. И мне кажется, нужны были больше игроки, которые где-то могли бы продавить. Вот такой план. Плюс мне нужны были прострелы с флангов, потому что Батэ перекрыло полностью центр. И по центру было бы пройти сложно. Это если вкратце. Спасибо. Дима, дайте заговорку. Да. Леша. Александр, против столицы. Остальные 12 очков, 8 матчей осталось. Что сказать о ваших шансах? Я не буду ни о каких шансах говорить, потому что... Я понимал, что эта игра, как бы даже ничья нас тоже не устраивала. Поэтому мы играли на победу. Вот. И те же 25 первых минут... Пока мы играли организованно, была очень хорошая игра. Да и в целом, если бы не вот этот гол, я считаю, что немножко такой... У нас был стопроцентный момент. Счет 2-0. Конечно, я бы сразу перестроился бы. Сразу бы стали играть от обороны. Вот. Ну, что поделаешь. Это футбол, и я спокойно к этому отношусь. Потому что я уверен, что это не последнее поражение. И поэтому... Все нормально. Андрей Масловский, трибуна. Сергей Витальевич, пропустил Динамо гол. Вот именно в тот момент, когда была эта минута по Анатолию Капскому. Вы верите? Слушайте, давайте будем заниматься футболом. Договорились? Я вам ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос. Еще есть? Первые тридцать минут были, наверное, лучшими в исполнении Динамо в этом сезоне. Вы согласны? И что случилось после этой тридцатой минуты, когда у БТ прошли какие-то моменты? Нет, после тридцатой минуты, я уже сказал, немножко ребята потеряли компактность, немножко развалились, так вот и с акционом взять. И поэтому мне нужен был очень перерыв, чтобы немножко перестроиться. Вышли опять, было все неплохо, вот и немножко этот гол так ребят подкосил. Ну и стандарт, не разобрались, хотя все говорилось, все... Есть огрехи, что поделаешь. Еще есть вопрос? Пожалуйста, какой вопрос еще? Больше не вопросов? Да, спасибо. Все, спасибо, все, до свидания. Приключим.